Итак, значит, специально для портала Ваикра я начинаю серию уроков по Перте Вод. С Божьей помощью у нас будет сейчас серия прямо уроков. Заходите обязательно на портал Ваикра и смотрите там. Там это основное место теперь, где я буду размещать свои уроки по Торе. И вообще этот портал мы хотим там собрать самые лучшие уроки по Торе, как жить по Торе, как приближаться к Богу, как вообще все правильно делать. Итак, значит, мы начинаем сейчас изучать трактат, который называется Перте Вод. Поучение отцов. Почему он называется трактат Перте Вод? Знаете, почему он называется трактат Перте Вод? Потому что поучение отцов, отцы, отцы это как корни. И этот трактат, он является корнем для всей Торы. То есть это как отец для всей Торы, Перте Вод, поучение отцов. Значит, начинается этот трактат с того, что приводится Мишна из другого трактата Талмуда, из Санедри. Мишна такая Коль Исраэль, каждый Исраэль Каждый Исраэль Вот прям так написано Коль Исраэль, каждый Исраэль Есть у них доля в грядущем мире Сейчас мы узнаем, что такое Исраэль Что такое Улам Абба Шенеймар продолжает Мишна Мишна это устная тора И она должна обязательно опереться на письменную тору Так вот, Шенеймар Как сказано в письменной торе Амех кулям садитим Народ твой все праведники Лаулам Иршуарец Навсегда унаследует землю Нецер Матай Саженец моих насаждений Маса Ядай Литпэр Дело рук моих возвеличится Значит, это такая Мишна Значит, в ней есть как бы три главных части Первая, Коль Исраэль Каждый Исраэль И мы должны выяснить, это знак вопроса Кто это каждый Исраэль Есть у них доля в грядущем мире Значит, мы должны выяснить, что такое грядущий мир Как сказано Народ твой все праведники Навсегда унаследует землю Нецер Матай Саженец моих насаждений Дело рук моих возвеличится То есть, здесь скрыто Как унаследовать этот Ламаба Значит, первое То все, что я рассказываю Это я сразу говорю Это не Тора Это личное мое мнение После того, как я изучал Тору И иногда я помню источник Иногда я не помню источник Но все, что я говорю Это где-то я изучал в Торе Но тем не менее Я Исраэль 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 И мое мнение Это одно из Просто мое мнение Все, так к нему относитесь Значит, кол Исраэль Кто такой Исраэль Исраэль был Яков Был такой человек Звали его Яков Он был один из праотцов Праотцы еврейского народа Это были Авраам, Ицхак и Яков И вот Яков Который был один из трех Он был внук Авраама Сын Ицхака И он в какой-то момент Он поднялся на супер-духовную ступень И получил от Бога имя Исраэль В момент, когда он боролся с анделом И победил В момент, когда он победил в себе Все вообще возможные проявления Вот этого зла Да, это яцарара Злое начало в человеке И он в этот момент Он поднялся на такую ступень Исраэль Что он получил? Это имя Исраэль Само имя Исраэль Это боролся с анделом И победил Переводится, да? Второе значение слова Исраэль Это яцар Прямо к Богу И он тоже Иногда он называется Народ Израиля Называется Бет Яков Дом Якова Иногда народ Израиля Называется Бет Исраэль Дом Исраэля Иногда мы называемся Бне Исраэль То есть само слово Исраэль Это Это определение Самого высокого состояния Близости к Богу И привязанности к Богу Которого только может достигнуть человек Это Исраэль И когда мы говорим в молитве Шма Исраэль То мы что говорим? Мы пробуждаем в себе Вот эту вот высокую часть Не слушай Израиль Страна Израиля Да? Это не радиостанцию Каждый два раза в день включает А главная такая молитва Декларация Шма Исраэль Это в себе Услышь То есть в себе пробудить Вот этого вот Исраэля Да? Теперь дальше Дальше Коль Исраэль Каждый Исраэль Каждый кто относится к Израилю Есть такое Это я читал Рабаваде Исефа Что слово Коль каждый Исраэль Оно добавляет к Израилю К народу Израиля Добавляет тех Которые тоже идут прямо к Богу Которые идут именно прямо к Богу Вот тут Коль Исраэль Есть всегда Как бы есть потомки Исраэля Потомки Якова Народ Израиля Это все мы потомки Якова У Якова было 12 сыновей От этих 12 сыновей Он уже зашел Когда в Египет было 70 78-70 человек В Египте Они размножились И вышли из Египта 600 тысяч мужчин Только было И всего где-то Народ был 2-3 миллиона Когда получали Тору Потом зашли в землю Израиля Через 40 лет в пустыне Их зашло примерно столько же 2-3 миллиона человек И вот они заселили 3 тысячи Получается 3 тысячи 350 примерно лет назад Они заселили Землю Израиля 2 тысячи лет назад После того как Римляне Римляне разрушили храм Разрушили Иерусалим И еврейский народ Ушел в изгнание И сейчас Еврейский народ Вернулся обратно В землю Израиля Которая называется Земля Израиля То есть это та земля Которую Бог пообещал Пообещал еврейскому народу Теперь Значит Коль Что добавляет Коль Исраиль Говорит И поклоняется Прямо Богу Который Который миром управляет И верит Во всю Тору Которую дал Бог Еврейскому народу Это добавляет тех Которые не из народа Израиля Но они Тоже получат долю В грядущем мире Вечная жизнь Сейчас мы перейдем Что такое вечная жизнь Теперь Все остальное Я не знаю Часто задают вопрос А как быть с теми Которые верят в Бога Через Другие системы Например Христианство Есть мусульманство Я не знаю Они верят в того же Бога Я знаю Бог создатель мира Творец мира Тот, кто сотворил мироздание Про которого в Торе написано Берешит Бара и Луким Это Шамаев Это Арец Тот, кто сотворил Создал небо и землю Но они ищут к нему подход По другому чуть-чуть Ну то есть Я не знаю Я не Бог На небе будет все понятно Как быть с атеистами Есть известная история Как автобус с атеистами Сорвался в пропасть И когда он сорвался в пропасть Есть ангелы пришли к Богу И говорят Что делать с атеистами Мы не знаем Бог говорит А что с ними делать Скажи им, что меня нет Все То есть нет у меня Они сами не хотели к Богу Значит это их выбор Они человек Он создан по образу и подобию Бога И он создает Ту реальность, в которой живет Они создали для себя реальность Без Бога Без вечной жизни Им это не надо Значит им это не надо Это их собственный Осознанный выбор И значит Каждый человек получает Результаты и плоды Своего собственно Осознанного выбора Теперь Коль Исраэль Мы разобрались Кто такой Исраэль Да Исраэль это Или потомки Израиля Потомки Якова Который стал Исраэлем Его прямые потомки Это Исраэль Но опять же Если прямой потомок Выбирает не быть То он все равно До момента смерти Он все равно Остается еврей Который просто верит Во что-то другое Но Любой человек В принципе Ну по идее Любой человек Может присоединиться К еврейскому народу Пройдя путь Интересная здесь деталь такая Что те кто присоединяются К народу Израиля Они становятся Записываются Как сын Авраама Не сын Исраэля А сын Авраама Их так и вызывают Кторый их так и называют Сын Авраама Почему сын Авраама Потому что Именно Авраама Вину Протец Авраам Он из нерелигиозной Концепции То есть он жил Он жил в мире Идолопоклонников И у него вся семья Были идолопоклонники Но он сам лично Вырвался из этой идеологии То есть он верил С детства Его обучали Что есть идол такой Идол такой Идол такой Идол сякой И он жил в идеологии Ну совершенно он родился В ней и в ней жил Но он нашел путь Как вырваться из этой идеологии Авраама И присоединиться к Богу То есть он нашел И именно поэтому Все те которые вырываются Из чуждой идеологии И присоединяются к Богу Они называются Сыновья Авраама Они проходят тот же самый путь Потому что Ицхак Уже родился у Авраама Авраам его с детства воспитывал Есть только Бог Есть только Бог Творец мира Нет больше никого Весь мир его Весь мир управляется им Все силы управляются им Ицхак в этом вырос Ему нечего было уходить У него не было сомнений Его с детства воспитали так Якова с детства воспитали так И он тоже в этом родился Хотя интересно В Торе есть У Ицхака было два сына Яков и Эйсав Старший сын был Исав Его родной брат И Эйсав Который тоже воспитывался С детства в том Что он видел дедушку Авраама Он видел папу своего Ицхака Его мама Ривка Они все были цадики Они жили только Богом И находились все время Нон-стоп Только в контакте с Богом Тем не менее Мы видим Что Яков Который стал Исраэлем Он Он поднялся еще выше Чем они А Эйсав Который Который Вырос в точно Таком же воспитании Он принял осознанное решение Идти против Бога Он когда продал Первородство Он сказал А мне говорит Не нужен Алама Ба Мне не нужно служить Богу Я иду умирать То есть он выбрал путь Жить в материальном мире И исчезнуть Вместе со своим телом Это был его осознанный выбор Он сказал Я иду умирать Я не хочу жить вечно И вот мы перешли к тому Что нам обещает Тора Коль Исраэль Ешла Эмхелак Леонам Аба Каждый Исраэль Каждый кто в себе Пробудил вот этого Исраэля Есть у него доля В грядущем мире Что такое Алама Ба Значит Алама Ба Это так и переводится Мир который приходит Грядущий мир Теперь есть Когда человек умирает Его душа попадает в рай То есть его как бы Что такое душа Вот есть у человека тело Да И то что у человека есть тело Он представляет что у него есть тело То есть вот этот образ тела Который человек чувствует Он у него формируется в его мышлении То есть как бы есть тело Но бывают люди что не чувствуют своего тела У них тело не шевелится Бывают люди что у них руку ногу отрезали А он наоборот чувствует что у него нога и рука есть У него там есть фантомные боли это называется Да То есть образ тела у человека есть внутри в голове В мышлении Он как бы строит в своей нервной системе образ своего тела. И там же есть очень тонкая система управления, как вот шевелить руками, как разговаривать. Человек же не думает, как говорить. У него внутри все налажено, в нервной системе, в мозге. Дальше у человека есть в мозге, есть набор воспоминаний о своей жизни, которых уже нет. То есть это набор просто, а вот я люблю цветочки. Почему ты любишь цветочки? Потому что когда-то, я помню, я любил цветочки. Это все находится в нервной системе, в воспоминаниях, в виртуальной реальности, как фильм на флешке. Есть у человека его мечты. А вот я мечтаю, чтобы было так. Я мечтаю, что это тоже флешка, такая как фильм на флешке. Это все находится у него в мозгу, в интеллекте. Так говорят, что вот это вот самоосознание, понимание, вот эта вот функция мышления, она находится на духовной флешке. И когда человек умирает, то тело его отмирает. Но вот это вот восприятие себя, оно остается в виде некой такой виртуальной реальности. И дальше эта виртуальная реальность переходит куда? Она переходит на его душу, верхнюю часть его души, которая как луч от Бога. И вот это самоосознание, оно остается. Оно остается. И оно находится, если ты это заслужил, оно находится где? В раю. И там вот эти вот все виртуальные реальности, они между собой общаются как-то каким-то образом. Те, кто заслужили. Потом будет воскрешение из мертвых. Вот этот материальный мир, он закончит свое существование. Осталось примерно, никто не знает точно, но говорят, что примерно осталось до 6000 года. Осталось 230 лет. 230 лет. Сейчас 5777. 223 года. Теперь интересно, что Бог, он кец, да, конец изгнания. Кец это дематрия 190. То есть должны были 400 лет быть в рабстве, а были 210. Значит, потому что он сказал, кец наступил, ну, конец наступил сейчас. Кец это 190. Они вышли из рабства на 190 лет раньше, чем было положено по строку. То есть мы надеемся, что закончится тогда тоже на 190 лет раньше. И осталось тогда всего 223. 33 года нам осталось. 33 года. Но это чисто мое предположение. Может быть и 223. Значит, но после этого, как говорит нам Тора, что после этого наступит воскрешение из мертвых. То есть этот мир закончится. Встанут все мертвые. И будет, конечно, это очень будет красивое шоу, когда встанут все мертвые, да, за все поколения. И потом весь этот мир вернется в то, вову, опять он вернется в хаос. И появится новый мир. То есть как Бог сотворил всю вселенную, все мироздание в том формате, в котором мы сейчас его воспринимаем. Со всеми законами природы и взаимодействия молекул и клеток и так далее. Точно так же потом оно все опять схлопнется и возникнет по новой. И те души, которые заслужили, заслужили, верили, заслужили, присоединились к Богу, они присоединились к Богу. Те души, которые были в раю, они в этом новом мире получат уже тела, получат заново тела. И будут уже жить вечно в Улам-Абба, в грядущем мире. То есть это будет мир в телах. Это уже будет следующий этап мироздания. Так говорит нам Тора. Поэтому, коли Исраэль, каждый, кто стал Исраэлем, каждый, кто присоединился, пробудил себе вот это высшее начало, божественное начало. Исраэль это прямо к Богу, который присоединился. Есть у него доля в грядущем мире. Он будет в этом вечном мире жить. Такая вот, такая у нас вера. И значит, как это сделать? Почему? Амех кулямца детям. Народ твой все праведники. У каждого есть внутри вот эта вот часть праведности, духовная часть, часть Бога. Амех кулямца детям. Кулямца детям это все ца дети. То есть те, кто Исраэль, которые поколение за поколение шли потомки Исраэля и держали за этот корень, у них есть, точно есть привязанность к этому корню. Любой человек, у которого этой привязанности нет, хотя интересно, я сейчас на Песах познакомился с одним парнем, который адвокат разыскивает по архивам корни людей. И он рассказывает эти истории, что приходит к нему человек с фамилией там Илья Муромец. Илья конкретно Муромец, из Мурома или из Владимира вообще. И говорит, что-то вот у меня так, вот у меня что-то, вот мне там сны ему какие-то снятся, все, что я еврей. И начали копать. Копали, копали, оказалось еврей, там бабушка еврейка по прямой линии, там такие истории, потому что революция все поперемешала. Значит, так как у нас всего 18 минут, осталось 2 минуты, я тогда быстро расскажу, что надо делать для того, чтобы получить долю в грядущем мире, и не маленькую долю, а большую. Потому что доли у всех разные, как видно из этого, из этой мешны, доли у всех разные. То есть, как в жизни люди занимают разное положение в зависимости от своих действий, так же и на небе у них будет разное положение в зависимости от своих духовных действий. Я сейчас расскажу историю, как один раввин, он умер, и он попадает в рай. И он видит в раю, что у него, удел его в раю, доля его в раю, она маленькая. Не маленькая, ну там нормальная, но есть намного больше, намного больше у... И он говорит, а кому дали больше долю, чем мне? Почему? Я всю жизнь служу Богу, я всю жизнь стараюсь приблизить к Тори, к Богу, к служению Богу людей. А тут прихожу в рай, а тут у кого-то прямо вообще намного ближе он к Богу, чем я оказался. Как? Ему говорят, это таксист, это таксист Сема. Ему говорят, как таксист Сема может быть круче, чем я, раввин, который всю жизнь был раввином. Ему отвечают, ангелы, говорят, на... Значит, ему отвечают так, что когда ты приближал к Богу, это было очень скучно. Это было очень скучно, и приближались к Богу только те, которые уже, вот им не в моготу было приблизиться к Богу, ты им просто помогал приблизиться к Богу. А таксист Сема, он всех приближал к Богу. Как? Он ехал 200 километров в час по петляющей горной дороге, и когда он ехал 200 километров в час по петляющей горной дороге, в его машине молились все, молились все, просили Бога, чтобы он их спас. И он настолько в этой своей поездке горной такой, да, он приближал, столько он за жизнь приблизил людей к Богу, искренне приблизил к Богу, которые просили Бога спаси, только доехать бы, и я буду хорошим, я все, что надо сделаю. То есть он сумел своими действиями больше людей приблизить к Тории. Поэтому, если вам хочется Валамаба, обязательно запишитесь на портал ВАИКРА, слушайте все записи, читайте статьи, поделитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми, всех надо пробудить, служить Богу, потому что в этом смысл Бог для этого сотворил мир, чтобы мы служили Богу, чтобы мы любили Бога, чтобы он мог нам давать все хорошее, что он для нас приготовил, но для этого мы должны снизу сделать свой шаг, помолиться, попросить его поблагодарить Бога за все хорошее, что он для нас делает, и тогда будет у всех доля в грядущем мире с Божьей помощью. Все, удачи, успехов!